В сентябре российский авторынок отпраздновал очередную победу. Первый месяц осени отличился пусть небольшим, но ростом продаж новых автомобилей. Притом крупнейшие игроки даже сумели показать результаты выше средних. В таблице марок лидеры прежние – Lada, Kia и Hyundai. Из феноменальных успехов подметим резкие взлеты Cadillac, Chana, Jolie и Cherry. Также ощутимо подросли результаты Skoda, которая скоро останется без своего главного бестселлера – Octavia третьего поколения. Кстати, на излете карьеры нынешняя Octavia A7 внезапно нарастила армию поклонников. Плюс весьма заметно увеличились продажи Hyundai Tucson и Creed, а Toyota RAV4 вообще забралась на седьмую строчку в списке хитов, обосновавшись между Solaris и Logan. В оставшиеся месяцы этого года аналитики не ждут больших потрясений, а значит, октябрь, ноябрь и декабрь тоже должны принести положительные итоги. Главное, чтобы страну снова не посадили на карантин. На волне оживления рынка Mitsubishi Motors открывает новые дилерские центры в Тамбове и Липецке. Оба салона готовы похвастаться просторными шоурумами, где одновременно может экспонироваться весь модельный ряд трех бриллиантов. Разумеется, новые центры предоставляют полный набор услуг не только по продаже автомобилей, но и в области обслуживания, кредитования, страхования, лизинга и трейд-ин. К этому клиенты крайне придирчивы. В ремонтных зонах, как этого требуют стандарты марки, есть посты активной приемки, слесарного ремонта, регулировки углов установки колес, компьютерной диагностики и мойки. В сервисных центрах представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. К слову, в сервисной зоне дилерских центров автомобили вскоре будут проводить намного меньше времени. Чешская Škoda анонсировала новое приложение для смартфонов, которое позволит по звуку выявить неисправность автомобиля. Микрофон устройства снимает звук работы двигателя и других агрегатов, а искусственный интеллект сравнивает услышанное со встроенной базой данных. Если программа обнаружит отклонение, она проанализирует, в чем это отклонение заключается. Приложение готово взять на себя диагностику роботизированной коробки передач, систему рулевого управления и кондиционера. Заявленная точность акустической диагностики уже сейчас составляет 90%, и этот показатель будет только повышаться.